Приветствую, друзья. Я до последнего не верил, просто не мог поверить, что Путин начнет войну. Слушайте, нет никаких других формулировок. Давайте не будем себя обманывать. Именно Путин, именно войну. Объяснение про ответ на провокации, про защиту русскоязычного населения, борьбу с НАТО, это просто сотрясение воздуха. Киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. Мы сегодня переживаем одну из самых позорных страниц российской истории. Мое поколение выросло на фильмах о войне, о великой оборонительной войне. В 41-м году мы защищали свою страну от агрессора. Сегодня власть развязывает агрессивную войну, прикрываясь именем нашей страны, как будто вот 22 июня 41-го года. Опять, но только теперь мы по другую линию фронта, как в песне. Ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. То, что делает Путин, это преступление. Это статья 353-я Уголовного кодекса Российской Федерации. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. До 20 лет лишения свободы. И наказание точно будет. По всем критериям, и российским, и международным, это преступление против человечества. Тут нет срока давности. Милошевича Гага ждала долго, но дождалась. Дождется и тех, кто начал эту войну. Недаром Путин устроил это представление с Советом Безопасности. Он по старой мафиозной привычке замазал в преступлении всех, чтобы не соскочили. Ну и депутатов тоже. Важно понимать следующее. Путин, конечно, пытается расширить базу отвечающих за вторжение. Но война развязана Путиным и его шайкой, а не Россией. Как я уже говорил, это авантюра. Это предательство российских интересов. Путин развязал войну и против украинского, и против русского народа. Ради чего? Ради сохранения личной власти, награбленного за 20 лет правления имущества. И просто ради своей паранойи. Человеческие жизни и судьбы двух государств поставлены на карту просто для того, чтобы еще несколько лет просидеть в своем заплеснеелом дворце или бункере. Ну или для того, чтобы подарить очередной любовнице яхту. Это стоит того, чтобы угробить две страны. Путин преступник и предатель. Его будут судить, если только естественные причины не избавят его от суда. Но даже после смерти он останется в числе самых презираемых российских лидеров. Я даже не могу подобрать историческую аналогию. Потому что в истории были бездарные правители. Но таких, чтобы всю страну подготовить к тому, чтобы она улетела на помойку. Ради сохранения наворованного барахла. Вот такого в российской истории еще не было. Посмотрите на это видео. Видите разбомбленный мост и под водой машину. Там чья-то жена, муж, дети, друзья. Они погибли просто так. Просто для того, чтобы маразматику власти немного потешил свое самолюбие. А вот наши ребят, они в плену. Что их ждет? Я не знаю. Для Украины они агрессоры. А вот последствия ракетного удара. Это мирные жители. Вполне возможно, родственники кого-то из России. У нас 30% семьи имеют связи с Украиной. Почему они погибли? Ради чего? Ради дома Сечина, яхты Костина, самолета Шивалова? Ради господрядов, путинским друзьям и прочих прелестей этого режима? Путин говорит, что все это ради величия России. Спасибо всем, кто сказал «да» великой России. Но величие России можно забыть в этом контексте. Вопрос стоит уже не о величии, а о сохранении российской государственности. Европа и мир не забудут и не простят развязывание войны посреди континента в 21 веке. Не простят угрозам применения ядерного оружия. Происходящее ставит крест на путинских мечтах об каких-то там завоеваниях страны и мира. Для Европы он представляет институциональную опасность. Для европейцев сравнение Путина с Гитлером уже не является преувеличением. Конечно, пока еще не в плане геноцида или нацизма. Хотя все еще впереди. Но в плане серьезности угрозы сложившемуся в миропорядку уже да. Путин, пользуясь его сравнением, поставил Запад в позицию загнанных в угол крыс. Только этих крыс много. И каждый из них по размеру экономики больше загнавшего. И дальше терпеть Путина не будут. А вместе с Путиным под удар, к сожалению, попадет и Россия. При удачном для Путина стечении обстоятельств агония его режима продлится десятилетия. При неудачном все закончится в пределах года. Собственно говоря, у нашей страны есть только три пути. Пути рано. Медленное, долгосрочное, но неминуемое удушение российской экономики через технологические санкции и отказ от наших углеводородов. Этот путь приведет нашу страну к уровню бедной заштатной региональной державы невысокого уровня. Это печальное будущее для моей страны, которую я хочу видеть великой. Но следующий путь еще хуже. Альтернативой медленной деградации будет являться распад России. Будет ли этот распад кем-то инспирирован? Или просто какие-то республики или области сочтут свои перспективы вне России более привлекательными? К слову, особенно после смерти вождя. Суть в том, что в условиях серьезной деградации экономики и уровня жизни часть территории обязательно посчитает, что без федерального центра у них больше шансов на благополучие. И тогда распад страны, возможно, болезненный, возможно, жертвами. Конечно, есть третий путь. Мы можем сами сформулировать и предложить будущее страны. Будущее, в котором Россия сохранится как единое сильное государство. Теперь это очень сложный путь. Тяжело будет доказывать всему миру наше право на такой путь после всего того, что сделал Путин. Тяжело будет преодолевать последствия поражения, которые неминуемо, спустя год или 10 лет, теперь уже неминуемо поднесет наша страна. Поражение не военного, как у Гитлера в свое время, дай бог, но политика экономического. И от этого не сильно легче. Нам придется много работать и многим жертвовать, пытаясь добиться того, чтобы это будущее, будущее свободного, независимого государства, единого государства было реализовано. И прежде всего нам придется принять, что переход к некатастрофическому будущему без деградации и распада страны возможен только через революцию. Через выход за пределы этого законодательства, которое путинская шайка сделала для обеспечения своей вечной власти. Просто так они от власти не уйдут. Особенно сейчас, когда все, кто не ушел в отставку 24 февраля, просто автоматом стали вместе с Путиным военными преступниками. И теперь у них выгод. Либо изо всех сил держаться за власть до смерти, либо сесть на скамью подсудимых рядом с Путиным. Поэтому свою страну нам придется обратно брать через революцию. И надо перестать бояться этого слова. Во-первых, далеко не всегда революция – это неконтролируемое уличное насилие. И не надо путать революцию и гражданскую войну. Революция – это просто выход за пределы в нашем случае совершенно неправовых законов. Во-вторых, а чего еще можно бояться? Путинская власть, пугая всех Майданом и революцией, втянула страну в самую настоящую войну с применением танков, артиллерии, ракет и самолетов, с угрозой применения ядерного оружия. Вы правда думаете, что нам еще есть чего бояться в революции? Счастливо вам!